36 городов России и тысячи пройденных километров остались позади. Дед Мороз в сопровождении Снегурочки и своих помощников наконец доехал и до Уфы. Первым делом волшебник отправился к детям. Перед вокзалом его ждали сотни уфимцев. Кажется, сам Дед Мороз встреча был рад не меньше других. И вот мы с моими друзьями, с внученькой моей Снегурочкой, прибыли в ваш город замечательный. Здравствуйте, мои хорошие! Мы ведь и правда рады, что мы здесь, да, Снегурочка? Не каждому жителю страны удается воочию увидеть Деда Мороза. 12-летний Руслан Хаков – один из тех самых счастливчиков. Мечта увидеть настоящего Деда Мороза. В этот день мечты сбылись не только у детей, но и у тех, кто постарше. Я сама счастлива, как ребенок. Наконец-то я сама увидела, мечтала с малых лет увидеть настоящего Деда Мороза. Поезд Деда Мороза отличается от обычного. В лавке можно купить гостинцы близким, а в вагоне-ресторане попробовать северные лепешки с сыром или калитку – традиционное блюдо карельской кухни. Мы заказали традиционное блюдо – калитка с картофелем и глинтвейном. Своё путешествие дедушка начал еще в октябре. За три месяца странствий он посетит 130 городов России. Уже завтра поезд Деда Мороза прибудет в Магнитогорск. Завершится экспедиция главного волшебника страны лишь 15 января в его родном городе Великом Устюге. В Уфе магический поезд пробудет до 8 часов вечера, а затем отправится в другие города. Там его тоже ждут дети. Во многом по одной причине – загадать самое сокровенное желание. Что загадала в этом году? В этом году хочу загадать, чтобы у всех все было хорошо.